По сути, Конгресс и СНС США занимаются тем, чтобы легитимировать агрессию. А мы все, значит, вот приникли к экранам телевизоров и ждём, будет разрешение или не будет. Говорить надо о другом, о том, что это в принципе недопустимо. Но неважно, это так, между прочим, а контакты, конечно, полезны будут. Я, правда, не думаю, что это даст нужный эффект, но, во всяком случае, совесть будет чиста, что мы сделали всё, что от нас зависит, чтобы предотвратить эту бойню. Она, конечно, будет. Кстати, обращаю ваше внимание на то, что на снимках, которые распространены, я вот сказал об этом американским журналистам сейчас, там же нет ни родителей этих детей погибших, нет медицинского персонала, там вообще ни одной женщины нет, только мужики здоровые ходят. Но я уже говорил об этом, могу ещё раз сказать. Нелепо, просто нелепо предположить, что Асад применил химическое оружие в условиях, когда он наступает. Это же оружие как бы вот последнего часа, если можно так представить. Здесь он наступает, он окружил их в некоторых местах и добивает. Им срочно нужна помощь. Почему говорят, что ни один солдат американский не появится на территории? Ну, они считают, что не нужно, что эти боевики и так справятся. Но их нужно только поддержать теми силовыми и средствами, которых у них нет. Нет авиации, нет ракетной техники, им нужно дать. Вот им сейчас дадут. Ну, чтобы время не затягивать, дальше я распространяться не буду. Да, и врут, конечно, некрасиво. Я посмотрел дебаты в Конгрессе. Конгрессмен спрашивает господина Кири, там есть аль-Каида? Говорят, что они усилились. Он говорит, нет. Говорю им ответственно, там их нет. Самое основное боевое звено – это Аль-Нусра, так называемое, это подразделение аль-Каида. Да они знают об этом. Просто даже мне было не очень приятно это видеть, потому что мы же с ними общаемся, исходим из того, что это приличные люди, ну, прямо, ну, врет. И знает, что врет. Это печально. Спасибо.